Друзья, приветствую! Ян из Краснодарского края прислал 6 образцов масла, 2 свежего для эталона и 4 отработки. К сожалению, в посылке масло пролилось, пришлось чистить, что-то смылось, какие-то этикетки отвалились, были замутаны скотчем баночки. Я поэтому сверху подписал. Так, ну и вот описание. Первая баночка это у нас эталон, масло Toyota SP GF6 LSAC 020 из 20 литровой канистры. Второе образец это же масло, отработка из Toyota Highlander с пробегом 8050 километров. Четвертое масло это свежее, вот у нас это эталон, Mobil Delwag 1 540. Далее пятый образец это этот же Mobil из Isudzi 2019 года, с пробегом 4500 и последний, шестой эталон, тоже Isudzi, тоже Mobil 1 Delwag, вернее Mobil Delwag 1, так подписано 540, тоже Isudzi, только 17 года с пробегом 3000 километров. Так, сейчас я создам эталоны и проверю данные масла. Так что не переключайтесь, через несколько секунд вы увидите результаты проверки. Так, ну вот результаты готовы. Предлагаю ознакомиться с ними. Первым делом сравнение с другими маслами. Так, смотрите, значит, я сравнил с эталоном, который только что создал. Совпадение 99,92%, 0,08% отличие. И максимальное совпадение это ВМП и Авто. Ну, здесь между ними пропасть. Разница 6,04%. Это очень большая. Видите, масло, можно сказать, все-таки нетипичное. Вот. Отличается от остальных, по крайней мере, проверенных мной. Но, тем не менее, значит... Вот такие результаты. Так, следующее. Это у нас картинка с пиками для определения, скажем так, состава базы. Видно, что масло Toyota, красная линия, совпадает полностью, практически с синей линией. Это Gazprom Premium N, полностью на гидрокрекинге. Недорогое полнозольное масло. Видите, здесь не видно ни ПАО в Тойоте, ни нафталинов. Вот черная линия, это Polymerium X Pro 2. Здесь и ПАО, и вот эти пики. Это нафталиновые пики. То есть, видно, да, что простое масло достаточно по базе, по компонентам. А вторая картинка. Это у нас максимальный пик правый. Это у нас эстеры. Видите, у Polymerium самый высокий. Есть здесь примерно, наверное, три процента у Тойоты эстеров. Но вот премиального компонента, сукцинемидов, посмотрите, меньше, чем в Газпромовском масле. Ну и уж тем более в Polymerium. То есть, я бы не сказал, что какое-то оно крутое, честно говоря. Масло по составу. Да, эстеров есть чуть-чуть, но такое достаточно простое, мне кажется. Ну и давайте посмотрим на данные по-свежему. Вот образец Toyota Motor Royal. 0,20. Шестой Эльсак. И поехали. Да, вот 18,5 окисление говорит о том, что здесь примерно три процента эстеров. Нитрование нормальное. Такое, 583 как бы. Противовизносных присадок 0,83. Ну, здесь я скажу, что мне показалось, что как-то занижает прибор. Я чуть-чуть здесь усиление подкрутил. Посмотрим, что будет. Фенольных антиокислителей 0,33. Это хороший уровень. Такой крепенький. Аминных. Следующий пункт у нас 0,86. Здесь тоже все в порядке, я бы сказал. Фенольные, аминные. Ну, примерно такие уровни. Мобил часто демонстрируют. Мобил 1 причем. Щелочное 8,22. Отличный высокий уровень. Это причем ГОСТ подзанижен для отработки. Для свежего вышел был бы. И кислотный 1,75. Ну, и вязкость 8,39. Типичная, ну, для двадцатки. В общем-то, здесь все в порядке, все в норме. Так, следующий образец. Это у нас, значит, видите, Toyota 2GR FE. 8050 километров. Там подписано было. 60% город, 40 трассы. Значит, прибор, по мнению прибора, здесь чуть более процента бензина. В общем, ну, это может быть вот уже холодные запуски, такой городской эксплуатации. То есть, в принципе, нормально. Окисление нарастает и нитрование. Причем, окисление наросло даже больше, чем нитрование. На 62 почти процента сработалось по этому показателю, а нитрование на треть. Противоизносных присадок прибор не видит. Фенольных 0,13, но это, скорее всего, из топлива. Хотя нет, подождите, аминные из топлива. Что-то я немножко запутался, прошу прощения. Да, аминных по нулям. Нет, фенольные есть. Аминных по нулям. Не видит прибор их уже. Щелочное 2,48 сработалось полностью и кислотное 2,3,26. Я бы сказал, по кислотному, если оценивать, то здесь, блин, наверное, моточасов 300, наверное, на этом образце. 8,21. Значит, вязкость чуть просела. Топливо есть, воды есть 0,04 и сажи 0,02 процента. Так, далее. Что у нас? Далее. Следующий образец из этого же автомобиля. Чуть больше пробег общий и меньше пробег на масле. Здесь больше было трассы, была поездка в Питер, по-моему. Значит, бензина здесь побольше. Ну, не факт, что это на трассе льет бензин. Скорее всего уже после поездки где-то набралось, может быть, холоднее погода была. Вот больше стартов холодных и поэтому результат такой. Так, здесь меньше, видите, окисление и нитрование, чем в первом образце. Видно, что масло здесь поработало меньше. Здесь противоизносные присадки, видите, присутствуют. Еще 40 процентов остаток фенольных. 40 также процентов остаток. Вот. Далее. Аминные антиокислители. Здесь по нулям. Опять же, удивительно, не знаю, достаточно быстро срабатывались. Так, и кислотное со щелочным. Щелочное 4,5. А кислотное 2,84. Но вот по кислотному, по опыту, я бы сказал, что здесь около 200 моточасов, наверное, все-таки на этом образце. Хотя странно. Трасса. Так, и вязкость сильнее просела. 7,83. Ну, понятно, и топлива больше. Значит, воды также 4. Возможно, это образцы загрязнены. И две сотые пассажи. Значит, показатели понятны. Ну, и давайте посмотрим, что вот по прогнозу получилось. Прогноз в первом случае, я говорю, на моточасов и средней скорости не было. Поэтому я примерно по кислотному рассчитал, ну, 300. Если это 300, ну, скажем так, допустим, 300, то 239 моточасов моющей нейтрализующей свойства 6400 километров. По оксидам азота, по нитрованию 23,5 тысячи. 1875. Ну, хороший. Хороший показатель для мотора. Ну, по вязкости вообще вопросов нет. Там минимальная просадка. Вот. И второй образец. Не образец, а прогноз, который справа. Так, 6600. То есть, разница совсем небольшая. Хотя там, ну, и по движению по трассе тоже разница не очень большая. Там 60 и 20 процентов. 80 и 60 процентов. Здесь видно по оксидам азота меньше показатель. Видно, что больше выше были обороты. Вот. Ну, и вязкость здесь серьезнее просела. Кстати, я пробовал вот второй прогноз. Подставлял 200 часов. У меня получилось 240 по моющим нейтрализующим свойствам. То есть, практически идентично. Вот. Здесь, конечно, вопрос такой интересный. Что, что здесь со средней скоростью с моточасами? Тогда бы мы, ну, точно ответили на как сильно влияет движение по трассе с высокой скоростью масла. В данном случае, ну, приходится, скажем так, только гадать. Да. Не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал. Кто не подписался, нажимайте колокольчик. Так, вы не пропустите уведомления о новых видео. Ну, и резюмируя все, все в итоге, я бы не сказал, что это какое-то супер крепкое масло. Мне кажется, масло достаточно простое. Знаете, я как бы характеризовал бы Toyota. Интересно масло закупать у каких-то производителей минимально необходимыми требования по минимальной цене. Так они обеспечивают, грубо говоря, там приемлемый уровень качества, необходимый уровень качества по минимальной цене. Так они будут больше зарабатывать. Поэтому я считаю, что аналог можно подобрать значительно интереснее для данного масла. Вот. Даже вот те графики, которые будут по полимериуму. Ну, по составу намного интереснее и нафталины, и стеров больше, и пау. Ну, как бы, сами видели. Можно. Вот. И по стоимости, честно говоря, я не знаю, сколько стоит Toyota, но мне кажется, что и по стоимости будет даже поинтереснее. У того же Лукойла есть интересные варианты. Вот. Так что, ну, каждый тут для себя сам решает. В данном случае продается бренд Toyota. На банке написано Toyota. Ну, и люди как бы смело покупают. Вот. А то, что там накрутка тройная, это уже другие вопросы. Благодарю Яна за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю вас. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близки. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.